Добрый вечер, в эфире Вести, Карачаево, Черкесия. В студии Ярослав Щекланов. Смотрите в нашем выпуске. Массовая вакцинация от коронавируса в России начнется со следующей недели. В Карачаево-Черкесию поступит первая в этом году партия из 7300 доз вакцин от ковида. Бессонница и другие психоневрологические проблемы. Как с этим справиться после ковида? Советы врача-невролога. Парламентарии Карачаево-Черкесии продолжают вручать подарки. Первый заместитель председателя парламента Дагир Смакуев исполнил мечту юной Евелины Максименко из Кузь-Жигуты. Возрождение коневодства молодежи из Абазинского ула Псыш продолжает традиции предков. Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию от коронавируса со следующей недели. Об этом глава государства заявил на совещании с членами правительства. Кроме того, Путин выразил мнение, что российская вакцина от коронавируса является лучшей в мире, что сейчас показывает практика. В течение 15 дней в Карачаево-Черкесию поступит первая в этом году партия из 7300 доз вакцин от коронавируса. Напомним, что вакцинация в России началась 15 декабря. Граждан прививают препаратом «Спутник Ви». Он разработан центром имени Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от инфекции. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о стабилизации уровня заболеваемости коронавирусом в России. По ее словам, зафиксировано снижение на 16% числа госпитализированных с COVID-19. И вести из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 79 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 16 299 человек. Из них 14 698 выздоровели, 914 госпитализированы. В Карачаево-Черкесию поступили 12 легковых автомобилей для сельских медицинских учреждений в рамках реализации республиканской государственной программы модернизации первичного звена здравоохранения. Следует отметить, что в рамках программы определены ключевые задачи отрасли на ближайшую пятилетку с учетом первоочередных потребностей и с упором на отдаленные сельские населенные пункты. С помощью этих автомобилей станет возможным ускорить оказание медицинской помощи в отдаленных районах и улучшение условий работы медработников участковой службы, подчеркнул замминистра здравоохранения республики Владимир Селиванов. Пандемия коронавируса кардинально изменила жизнь людей. Соблюдение антиковидных мер приучило нас улыбаться глазами, здороваться локтем или взглядом. И все на безопасном расстоянии. Многие люди с трудом принимают нововведения и с опаской, а больше всего трудно с этим справиться психологически. Особенно эта проблема возникает после перенесенного ковида. Апатия и суицидальные мысли – одни из таких осложнений. Как бороться с психическими расстройствами, от которых развивается бессонница, Альбина Ламкова узнавала у специалиста. Почти год весь мир борется с пандемией COVID-19. Опасный вирус так или иначе затронул каждую семью. В такой обстановке люди стали переживать и больше, отмечают доктора. Одни испытывают стресс, боясь заразиться. Другие, уже переболев, ощущают волнение. Особенно часто это случается у женщин, так как они предпочитают анализировать и искать причины любого нарушения. Значительная часть заболевших жалуются на проблемы психоэмоционального характера. Их тревожит отсутствие уверенности в завтрашнем дне. К этому добавляется тревога за здоровье родных и близких. Но есть и те, кто старается не поддаваться панике. Стараемся соблюдать все правила, особенно в людных местах, магазинах. Когда вот народу нет, стараемся гулять в таких безлюдных, где мало людей, местах. А так ничего, спокойное, надо спокойно относиться к этому. Я один живу. У меня это самоизоляция постоянно. Как жена умерла, разницы нет. За близких волнуемся. За сегодня. По словам врача-невролога лечебно-реабилитационного центра, нарушение сна после принесенного ковида развивается на фоне интоксикации организма. Работая реабилитологами, мы все чаще видим последствия и осложнения новой коронавирусной инфекции. В частности, хотелось бы остановиться на нарушениях сна и психоневрологических проблемах. Нарушения сна могут быть связаны не только с самим вирусом, но и с препаратами, которые использовали во время лечения ковида. В этом случае доктор советует не заниматься самолечением и обращаться к специалистам. Мы здесь на базе реабилитационного центра совместно с психологами работаем над этой проблемой. Очень важно в лечении нарушений сна не угнетать дыхательный центр, потому что у них и так проблема с органами дыхания, а препараты, которые улучшают сон, эти препараты, они как раз-таки угнетают дыхательный центр. Тут важно разбираться в проблеме. Мы как неврологи можем медикаментозное лечение свое назначить, психологи, естественно, у них тоже есть свои какие-то когнитивно-поведенческие терапии, психотерапевты нам очень помогают. Человек сам себе может навредить, отметила доктор. Так, часть пациентов занимается самолечением на обращении к специалисту, пробует справиться с проблемой ковидной бессонницы путем приема алкоголя перед сном. Человек-то заснет после приема алкоголя на 3-4 часа, а потом центр сна, бодрствование, он активируется, и человек уже не сможет заснуть. То есть здесь мы можем наблюдать уже у человека алкоголизм, если длительно он будет принимать. Поэтому лучше обратиться к специалистам, этого стесняться абсолютно не нужно. Врач также добавила, те пациенты, которые с большим вниманием относятся к своему состоянию даже в обычной жизни, у них болезнь протекает тяжелее. Поэтому, как говорят в народе, подпитать головной мозг крайне необходимо. Есть пациенты, которые перенесли легкую форму, но у них вот эти психоневрологические проблемы, они более глубокие, чем у того же тяжелого. Конечно же, рецепт здорового сна хочет знать каждый. И он есть, говорят специалисты. Нужно просто больше двигаться и не читать негативные новости на ночь. А если бессонница на самом деле беспокоит, и это не разовая акция, а диагноз, то без помощи медиков уже не обойтись. Альбина Ламкова, Лебастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. МЧС предупреждает об очень сильных осадках до 16 января. И в горах выше 2500 метров лавина опасна. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии снег, в отдельных районах сильный, туман, гололед, налипание мокрого снега. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 0-5, днем минус 1 плюс 4, местами до минус 6, на дорогах гололедится. В Черкесске временами осадки, мокрый снег, ночью и утром туман и гололед. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью минус 1-3, днем 2 градуса выше нуля, ночью и утром на дорогах гололедится. Фейерверк новогодних скидок продолжается. До 40% на все. Куртка в подарок. Бедские меха. ТЦ «Панорама». Первый этаж. Город Черкесск. Все, что вас радует, обязательно будет. С кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,5% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис Московский индустриальный банк. Продолжаем выпуск. Парламентарий Карачаево-Черкесии продолжает исполнять желания детей. В масштабной благотворительной акции имеют возможность принять участие дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей в возрасте от 3 до 17 лет. Граждане с ограниченными возможностями здоровья. Дети, проживающие в семьях с уровнем дохода ниже прожиточного минимума. Первый заместитель председателя парламента Дагир Смакуев исполнил мечту юной Велины Максименко из Усть-Жигуты. Вместе с депутатом-заместителем руководителя исполкома регионального отделения Единой России Фатимой Кардановой они навестили девочку и вручили новый цифровой фотоаппарат, о котором она мечтала. Об этом она написала на сайте благотворительной акции «Елка желаний». Велина рассказала гостям, что с раннего детства любит фотографировать чаще всего героем ее кадров, становится мама. В будущем девочка хочет стать классным фотографом и давно грезила о профессиональном фотоаппарате, а когда писала свое желание и подумать не могла, что оно так быстро исполнится. Старый Новый год весело отметили бабушки и дедушки в доме престарелых. В большой дружной семье 54 человека за праздничным столом они пели любимые песни, частушки и поздравляли друг друга с наступившим 2021 годом. Заглянули на огонек и главный герой праздника Дед Мороз и Снегурочка. И, конечно, не с пустыми руками. Здоровья, чтобы мы все были вместе, рядом, чтобы друг друга поддерживали. Самое главное. Бабушка, бабушек и дедушек, они порадовали сладкими подарками, а также шутками и пожеланиями на год грядущий. Конечно, главное из них это здоровье и долголетие. К поздравлениям присоединилось руководство дома-интерната, а также сотрудники, которые в условиях пандемии стараются окружить каждого жильца заботой, вниманием и оградить от новой коронавирусной инфекции. А тем, кто не смог присутствовать за праздничным столом, гости заглянули каждому в комнату и преподнесли подарки. Развиняв настоящий новогодний баранты, я предлагаю вам тоже сказать несколько стеклых слов. Там спианное, ну, с него самого лучшего. Ну вот, был, уже был... Идут! Говорить о традициях коневодства, как достойных лошадей, можно много и долго. Понимая эту ценность, молодежь из Абазинского ула Псыш решила всерьез заняться этим вопросом. Одним из таких путей возрождения коневодства стали конные прогулки. Проводятся они не впервые. Много человек принимали участие в предыдущие годы, но в этом году из-за пандемии коронавируса конников было меньше. Альбина Ламхова продолжит тему. Образ крылатого коня, показанный в греческой мифологии, был характерен и для абазинского эпоса. Хорошая лошадь была особой гордостью у абазин. Хозяин дорожил ею, так как лошадь была верным и надежным другом. И в наше время это животное есть у многих людей, особенно в сельской местности. И пользуется популярностью у молодежи в ауле Псыш. С самого раннего возраста, как это было принято у наших предков, детям прививают любовь к лошади и учат верховой езде. Это развивает физическую силу, выносливость, ловкость, мужество. Они выращивают лошадей. Я считаю, что это очень трудно, но не хотят возродить наши предки. Ездили на лошадях, жили с ними. И молодежь знает это. Я поддерживаю, что они встречались ежемесячно, чтобы они друг другу показывали лошади свои. Лошадь – самое изящное и гордое животное, которое восхищает окружающих своей силой, выносливостью и смелостью. Необузданный нрав всегда привлекал к себе человека. А преданность и мощь лошадей навсегда привязали к себе людей, говорит участник конной прогулки Мурат Муртазов. Само по себе коневодство очень благое, очень здоровое, очень полезное дело. Отвлекает от всего негативного. Что касается абазинского коневодства, оно было во многих исторических документах очень значительным, что даже на душу населения приходилось две лошади. Несмотря на все войны, на все разрухи Кавказской войны. Не так давно лошади помогали по хозяйству. И только в 21 веке их заменили на механизированную и автоматизированную технику. Но несмотря на это, грациозное животное представляет ценность и в нашем современном обществе. Помимо того, что лошади преданы друзьям, они еще помогают восстановить здоровье человека. Прогресс, технологии и так далее. Посадили нас вместо лошадей на автомобиле. Несмотря на все это, зов сердца, генетический код абазина срабатывает. И вот когда вот такие вот тенденции появляются, почти все, большая часть из наших мужчин хотят, прям чувствуют свою близость к лошади. И на таких вот началах заводят лошадей, содержат их, ухаживают, вкладывают в них душу, сердце. По мнению участников мероприятия, конные проходы стоит проводить регулярно. Это позволит увеличить популяцию этих прекрасных животных, польза которых велика для человечества. Альбина Ламкова, Заурлиева, Ислам Урумов, Вести, Карачаево-Черкесия, Абазинский район. Это все Вести. А сейчас смотрите продолжение сериала «Склифосовский». Редактор субтитров А.Семкин